Квартиры в новом жилом комплексе еще не пронумерованы, но узнать, где здесь живет семья Калининых, очень просто. Подсказкой служат лай собаки, единственные в этом подъезде. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Еще месяц назад дворняга Дэн жил во дворе, охранял хозяйский огород. И вот сейчас у собаки райская жизнь, чтобы шерсть не сыпалась на новый линолеум, ежедневный сеанс массажа. Единственное, к чему не может привыкнуть новоявленный горожанин – сухой корм. В вопросах рациона Дэн по-деревенски консервативен. Предпочитает оладьи с кудничным вареньем из родного киоля. И как от такой жизни не запеть? В репертуаре джингл-белл с несколькой симфоний Моцарта и русские плясовые. Дэн не просто воет, но иногда попадает в ноты. Пока магнитофон не вытащили с чемодана, поет под часы. Ну как я могла вообще его бросить? Вообще мысли у меня даже не было, взять и бросить. Нас многие побросали. Вы знаете, мы уезжали и бросали. И кошек, и собак. Не знаю, я бы не смогла. Потому что как сынок. Вот он меня считает маму, мужа моего папой считает. Кроме Дэна, Лидии и Андреи привезли с киоля кота. Калинины спасают Масяне жизнь уже во второй раз. Первый – они вытащили его из капкана. Полосатого вылечили, и несмотря на поврежденную лапу, он прослыл самым рьяным драчуном в деревне. В Масяне, конечно, очень тяжело. Он у нас жил привольно. Куда хотел, туда пошел. Где захотел, погулял. А здесь, во-первых, к туалету приучали его. Не приучен был. Мы приучали его к туалету. Потом вот этот шум, стройка, ему это очень тяжело тоже воспринимать. И он у нас все дни под кроватью. Сипит на коврике там. В отличие от Масяни, Дэн стройки не боится. Даже наоборот, с удовольствием гуляет во дворе. Без намордника, как привык в деревне. Хозяйка и соседи спокойны. Они знают, собака бывает кусачей. Только от жизни собачьей. Анастасия Зверькова, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.